Военная коммуникация отрабатывала сегодня район Карловки и Первомайская на предметы парадюрсов. Потому что много жалоб идет с этой стороны, с этих национальных пунктов, что грабят, вывозят имущества граждан. Мы остановили для проверки машину «Газель», в которой находилась три представителя. Как они переставились. Ему машина была загружена в регизоры, встиральные машинки, микроволновки, печки, всякий хлам. Мы приехали в коммуникацию провести досмотр машины на предмет запрещенных предметов. Они совослились. Мы приехали сюда, вызвали представителей милиции, следователя. Предложили ребятам, в результате понятых, в соответствии с законом, провести досмотр машины. Они сказали, мы позвоним своему командованию, с ним решим. Позвонили командирами их, приехали с ним командиры и сказали, что мы запрещаем проводить досмотр машины. Вот, чтобы не накалять от самого, хотим все-таки решить это мирным путем. Потому что и они борются против ДНР и ЛНР, и мы против них боремся. Вот, на это то, что у нас между нами возникла непонятная ситуация, когда их руководство запрещает. Провести, допустить органов, ну, работников правоохранительных хондов, органов досмотра автомобиля. На данный момент где находятся эти люди? Они находятся перед комендатурой. Вот, окружили нас со всех сторон. Выставили минометы, пулеметы, смайкеров рассадили по крышам. Хотят нас штурмовать. Евгений Николаевич, сколько человек? Ну, около ста человек. Это много. Какие действия вы будете предпринимать? Ну, мы заняли круговую оборону. Евгений Николаевич, вы, может быть, просили какой-то поддержки со стороны своих? Мы обратились к руководству, кто проинформировал их о створившейся ситуации. Ждем на данный момент под мое. Хочется обратиться к руководству правосектора, чтобы она повлияла на своих людей. И забрала их от военной комендатуры, а правоохранительным органам удалось сделать их работу. Продолжение следует...